Всем привет! С вами Дулан Скетч и сегодня в этом уроке мы с вами будем рисовать вот такого чудесного волшебного сказочного единорога который у нас парит по звездному небу сейчас я вам расскажу что нам для этого понадобится такие художественные материалы чем мы будем рисовать наши волшебные существа наш волшебный персонаж нам понадобится стерка карандаш простой клячка если нету клячки не страшно можем обойтись без нее дальше нам понадобится маркер для тела единорога нам понадобится два фиолетовых маркера один посветлее другой потемнее для рога нам понадобится желтый маркер и такой средне теплый коричневый маркер для гривы и хвоста мы будем использовать тот же темный фиолетовый который был у нас в туловище единорога будем использовать тот же теплый желтый который был в роге и также будем использовать яркий желтый яркий красный синий яркий зеленый и голубой для неба ночного мы будем использовать темно-синий маркер такое называется midnight blue полночный голубой это такой синий серый цвет принципе можно либо очень-очень темно-синий здесь использовать цвет тоже подойдет для теней которые мы чуть-чуть будем накладывать на рог на гриву мы будем использовать маркер vg2 это такой светло-серый цвет также для создания вот таких вот аккуратных ореолов звезд в стиле бок и как это называется мы будем использовать блендер если у вас его нет не страшно мы сможем обойтись без него для того чтобы обвести нашего единорога по контуру мы будем использовать линер обязательно проверьте что линер водостойкий когда будете покупать его в магазине спросите обязательно продавца или в интернет-магазине читайте описание должно быть указано что линер водостойки у меня это линер тач толщина 0 3 нам понадобится белая гелевая ручка подойдет любая меня это сакура джели ролл опционально не обязательно но если есть белый цветной карандаш или пастельный карандаш также может нам пригодится сейчас я сделаю выкраску цветов чтобы посмотрели какие цвета у нас для чего и сопоставили есть ли они в вашей палитре этими цветами мы рисуем тело единорога этими цветами мы рисуем рог единорога далее этот же желтый и этот же фиолетовый у нас будут использоваться в рисовании гривы поэтому мы здесь дублируем грива и грива на хвосте и грива на голове голубого у нас еще в гриве синий милоный сколько цветов у нас в гриве можно заметить какие-то другие яркие цвета которые у вас есть вот такой желтый более лимонный холодный и яркий красный яркий красный так 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 дом в гриве и и далее а и и И у нас остается блендер. Собственно, линер, то, что нам нужно, водостойкий, блендер, это такая штука, которая размывает свет, не уверена, что получится на офисной бумаге, попробуем, и она создает эффект боке, эффект размытия. Вот такой вот аккуратный эффект. И белая гелевая ручка, ей можно делать блики, можно рисовать звездочки. Тоже очень полезная вещь. Белый пастырный карандаш, ну, у меня цветной, это для чуть-чуть очень легкого высветления каких-то темных участков, которые мы захотим сделать. Все, это весь набор для нашего чудесного единорога. Давайте приступать. Сначала давайте расположим нашего единорога на листе бумаги. Я думаю, что мы начнем с небольшого с вами наброска. Берем черновик, лист бумаги, который нам не жалко, и рисуем такой черновичок. Предположим, что вот этот вот прямоугольник, это наш с вами вот этот чистовой лист бумаги. Вот мы его здесь отметили. Мы хотим нарисовать единорога. Моя задумка такова, что единорог таким будет мультяшным, очень веселым. И ту вещь у него будет такой, как сосиска. Или как сарделька. Вот такой вот формы. Сам он тоже будет сарделькообразной формы. Такой пухленький, селенький. Большой пухленький. Сейчас мы его здесь нарисуем. Так, вот ему будет пышный зад. Ну, как-то крупновато. Похож на какого-то некрасивого червяка. Вот, не пойдет. Сокращаем. Примерно вот так. Это уже что-то веселое. Реснички. Здесь будет волшебный урок. С завитушками. Уши. Наруха. Здесь у него будет его волшебные грибы. И в разные стороны будет начинаться волшебные грибы. Так. Не было бы здесь такие смешные лапки. Лапки-то тут. Одно. Второе здесь. Ну вот. Здесь одно. Здесь одно. Вот так. И одно. Вот так. здесь хвостов. Завитушками тоже. Будут у него пятнышки. Вот такой будет у нас волшебный единорог. Давайте перенесем его на наш чистовик. Я начинаю рисовать вот с этой начинаю рисовать вот с этой загогулины. Потому что она должна быть примерно по центру. Я сейчас ее расположила на черновегине по центру. из-за этого у нас грива очень близко к верхнему краю подошла. Поэтому вот эта загогулина должна быть прямо по центру листа. Видите? Сейчас она у нас двинулась. Надо ее опустить. И тогда у нас композиционно все будет хорошо. Поэтому ищем середину. так вот середина сталкиваемся от нее середина листа и рисуем загоголину. Вот так. Дальше мы из этой загоголины начинаем рисовать голову ничьего единорога. Помним, что он у нас похож на толстенькую сардельку с большой попой. Волшебный. Естественно. Около головы чуть он у нас похудеет. Куппер его размеры увеличиваются. Получается вот так. Далее у него есть нос, есть глаз, листочки, есть уши. Пока нарисуем одно, потому что около уха отсюда должен отходить рог. рог у нас витой. Как нарисовать витой рог? Давайте покажу отдельно. Рисуем треугольник. Нарисовали. Дальше скругляем у треугольника нижнюю часть. Скруглили. Дальше такую же дугу проводим чуть выше, еще чуть выше, еще выше. и дальше вот здесь по бокам создаем такие тоже скругления дуги. Вот получился у нас такой объем, такая пирамидка объемная, чтобы сделать по диагонали, как здесь, завитой смыслерок по диагонали. треугольник скругляем. И дальше вот эти же дуги ведем не параллельно вот этой нижней основанию треугольника, а чуть подруглим. и скругляем. Таким образом, как только вы обведете это все линиером и подотрете, чтобы не было видно второстепенных линий. Вот я сейчас возвращу к радосту, чтобы она не мешает. Немного ямлина. вот у нас получился рог. теперь вы знаете, как нарисовать вот такой вот рук уединорога. Так, идем дальше. Дальше у него есть грива. Давайте сделаем вот здесь такую челку. здесь у него тоже раскателочек пять как-нибудь вот так. Отлично. проглядываю второе ухо и здесь у него идет его роскошная грива. Так. загогуленька из этой загогуленьки так выходит взятый загогуленьки так выходит из этой грибой. Остальные у нас будут такие основные элементы гривы. Остальное это будет вплетено. Эти элементы мы сделаем основной упор, остальные будут как бы за ними. дальше у него есть лапки не лапки, а каплито. Как-то длинноватые задние наверное получились с самими передними. или надо передние сделать длиннее. Давайте мы сделаем задние покороче. Не будем так много внимания на выпирающие части тела акцентировать. таки хочется чтобы основное внимание было на гриву. Так, и хвост. Так, вот такой у нас получился единорог. немножко брезновато вышло. Что мы с вами делаем теперь? Мы убираем лишние линии, совсем лишние, которые прямо где-то на пересечении. Так, это не лишние, это не лишние. Дальше берем клетку либо стеркой чуть-чуть подтираем карандаш, чтобы можно было поверх него пройтись линером. Карандаш бы, если мы оставим совсем, ничего не подотрем, то карандаш не даст линеру порисовать по бумаге, не даст цепиться с бумагой, поэтому карандаш нужно чуть-чуть удалить, убрать с бумаги. Вот такой легкий набросок у нас остался. Давайте обведем все кулиниром. Начинаю по той же логике обводить, как рисовала карандаш и набросок, вы можете, то есть с этой загогулиной, вы можете с любой части начать обводить. там, ноги я не провожу линию всего туловища, там, где ноги, линия прерывается и переходит плавно в копыта. на гриве я провожу такие полосы. Эти полосы мы будем как радугу закрашивать разными цветами. хвост по той же логике ведем полосами, потому что также будем его раскрашивать как радугу. Все, готово. Можно приступать к раскрашиванию, но перед этим мы еще окончательно уберем, берем стерку, убираем весь, весь, весь карандаш с нашего рисунка, чтобы маркеры легли хорошо. Давайте приступим к самому интересному, к самому волшебному и сказочному. мы будем раскрашивать нашего единорога. Я думаю, что мы начнем с туловища. Оно занимает очень большую площадь и оно должно быть не сложным. Что мы делаем? мы берем светло-фиолетовый маркер и закрашиваем все туловище единорога, включая копыта, но не заходя на гриву. Почему мы закрашиваем все, даже копыта? потому что по моей задумке копыта нашего единорога должны быть также фиолетовые. Просто они будут чуть темнее. Чтобы нам сделать плавный переход цвета от темного к светлому, можно закрасить все туловище. Сначала одним цветом, а потом взять темно-фиолетовый и расставить тени и акценты. Что мы с вами сделаем? Я потом покажу как. к вопросу того, если вы ошиблись. Вот я, например, сейчас немножко ошиблась. вам покажу. И видите, вот здесь чуть-чуть вылезла за контур линера. Чтобы убрать эту ошибку, я взяла белую гелевую ручку и как за маской отправила свою небольшую оплошность. Продолжаем. Наконечником. Почему важно выбирать водостойкий линер, которым вы рисуете вместе со спиртовым маркером? я прохожусь спиртовым маркером по местам, где что-то нарисовано линером, например, глаз, ноздри, и маркер не размывается, он остается, чернила остаются на своем месте. Это свойство именно водостойких линеров. Если вы возьмете любой другой линер, простой, не водостойкий, он у вас от спиртовых чернил маркеров может потечь, размыться по бумаге и немножко вам подпортить всю вашу красоту. Поэтому выбирайте аккуратно в магазине, читайте, покупайте в интернете, читайте в описании товара, что линер водостойкий. Так, закрасили. Благодаря тому, что бумага специальная для маркеров и маркеры у нас тоже с вами профессиональные, это позволяет положить цвет и не видеть на вашем рисунке таких характерных полос, как, например, от фломастера или если бы мы взяли обычную бумагу или бы непрофессиональные маркеры. Эта бумага, она впитывает маркерные чернила и как будто бы немножко они начинают по ней растекаться и таким образом получается очень плавный переход. То есть, вы все закрашиваете, даже если вот сейчас потрогать еще пальцем, чернила еще даже не высохли, то есть, бумага, она немножко еще держит эти чернила, мы сейчас можем даже начать накладывать темный цвет поверх, он тоже будет немножечко растекаться. Именно это свойство профессиональной маркерной бумаги дает возможность делать красивые иллюстрации без вот таких вот полос. Как если бы я, например, сейчас взяла обычную офисную бумагу и на ней бы провела. Видите, вот эти полосы? Вот на профессиональной маркерной бумаге таких полос у вас не будет. Хотя, хотя, теоретически, если иллюстрация не очень ответственная, если вы как-то рисуете, хотите попробовать какой-то сюжет, офисная бумага может подойти в принципе вполне для каких-то первых набросков. Так, мы закрасили, возвращаемся к единорогу, закрасили все туловище, теперь берем темно-фиолетовый маркер, оставляем тени и потом я покажу, как мы будем делать плавный переход градиента. Где у нас будут тени? Я думаю, что тени будут на попе, под хвостом, потому что от хвоста обязательно будет падать тень на попу. Тень будет здесь. Потом у нас будет тень вот здесь, на копыте, потому что тоже падает тень от хвоста. Дальше мы решили, что копыта у нас будет все фиолетовое, поэтому оставляем такой маленький блик, все копыта закрашиваем. Так, здесь тоже тени и здесь тени. Копыта они все внизу, под туловищем будет обязательно падать тень от туловища. Копыта будут в тени. Живот тоже в тени. Живот у нас такой большой, чуть больше тени на него положим. Вот так. Дальше здесь будет тень от гривы обязательно на туловище. тень по форме гривы. Раз грива отбрасывает тень, то тень будет такой же формы, как и грива. Как и тот предмет, который эту тень отбрасывает. предположить. Что мы с вами забыли? Мы с вами забыли прорисовать ухо. Вот оно. Оно у нас не прорисовано. Оно такого же цвета, как и полуище. И на ухе так, так, так. Возьмем желтый цвет, внутри уха закрасим желтым. Так, на ухе сделаем тень. Вот так, отрога. Теперь, что мы с вами делаем? А, вот здесь вот еще тень. на подбородке и на шее. Если свет падает примерно где-то сверху, то эта часть, она на свет попадать не будет. Так, что мы делаем теперь? Мы хотим, чтобы наши тени выглядели более естественно, не так плоско. Поэтому нам нужно размыть вот эти границы, где тень стыкуется с световым участком. Что мы делаем? Мы возвращаемся к цвету, которым мы рисовали туловище и проходимся по границе светлого и темного цвета, чуть заходя даже на темный. я возьму широкий наконечник лучше размывать. Будем делать градиент. Сначала по границе, потом чуть-чуть зарезаем на весь темный цвет. Еще раз по границе. Маркер начинает растекаться. Давай плавный цветовой переход. Чуть-чуть закрашиваем, проходимся по всему туловищу. Как будто бы наложили сейчас второй слой. Наложили второй слой светло-фиолетового цвета. Поэтому нам надо пройтись по всему туловищу, чтобы все скрасить. Смешать темной фиолетовой и светлой фиолетовой. проходимся по темно-фиолетовому цвету светлым до тех пор, пока нас не устроит результат. Пока нам не будут нравиться те тени, которые мы получили. Маркер, движение маркера по телу идет по форме тела. То есть, если у нас тело идет вот так, то и маркер закрашивает тело такими же движениями. Думаю, да, отлично, то, что нужно. Теперь, если у вас есть блендер, хорошо. Если нет блендера, можно воспользоваться у меня это белый пастельный карандаш. У вас может быть белый цветной карандаш. я хочу сделать больший блик вот на этой части туловища, потому что если свет падает сверху, эта часть будет самая освещенная. Ее надо сделать чуть светлее. Если у вас есть блендер, вы проходитесь по этой части блендером очень аккуратно, без фанатизма проходитесь и получаете светлый блик. Возвращаемся к светло-фиолетовому и чуть растушевываем границу. Если у вас нету блендера, у вас есть белый карандаш, вы можете еще влажный, еще не могу пока показать, но вижу, что блендер размыл чернила и они у нас чуть-чуть вылезли за границей, поэтому мы берем белую ручку и исправляем. Так не дочет. Если у вас есть белый пастельный карандаш, вы можете не используя блендера пройтись белым пастельным карандашом или цветным карандашом по этой области. когда чуть подсохнет бумага, мы вернемся сюда еще раз и сделаем еще больше акцента. Пока на этом мы с вами остановимся. Идем дальше. Дальше мы с вами нарисуем рог. Мы хотим сделать рог чуть золотистым. Мы будем использовать два цвета желтый и теплый средний коричневый цвет. Весь рог сначала мы закрашиваем желтым цветом. Берем коричневый и расставляем тени. Где у нас будут тени? на стыках. Верхняя часть всегда будет отбрасывать тень на нижнюю и иметь тень сама. Поэтому фактически можно провести тень по двум сторонам от от дуговую линии. Сверху и снизу от нее. И не ошибетесь. тень. на ухе. И Отлично. Возвращаемся к желтому цвету светлому и чуть-чуть по границе проходимся. Размываем немножечко тени. делаем плавный переход. Отлично. Вот так. Мы забыли размыть тень на ухе. Я взяла светлый фиолетовый и чуть заезжая на темный размываю тень на ушах. Здесь я взяла темно-фиолетовый и хочу по самому краешку пройтись. Чтобы сделать чуть размыли тени в тех местах где они самые-самые темные хочется их немножечко по ним пройтись повторить обновить и освежить скажем так. Вот так. Так. Отлично. Чуть-чуть тут срезала плодница. Так. Что мы имеем дальше? Дальше мы с вами будем рисовать хвост и гриву. Мы берем четыре наших ярких маркера желтый красный зеленый синий и в произвольном порядке стараясь естественно две полос одинакового цвета не располагать рядом закрашиваем нашу гриву как радугу. Покажу пример. Например. Берем видите какой еще наверное возьму немножко здесь не хватает синий яркий да немножко не хватает мне голубого я взяла еще голубой цвет берем тонкий наконечник и начинаем раскрашивать так начнем ну вот допустим вот эта часть будет голубая вот здесь хочу синюю все дальше уже включается фантазия главное не располагайте два цвета рядом я имел ввиду два синих рядом чтобы две соседние пряди не были окрашены в одинаковый цвет можно даже фиолетовый внедрить сюда какие-то элементы темно-фиолетовый чтобы у нас красиво стыковалась гармонично сочеталась грива с туловищем скажем так чтобы цвета где-то немножечко повторялись это принципе такой интересный ход может быть я сделаю буквально две пряди такого фиолетового цвета если вы хотите объединить несколько элементов своей иллюстрации в единый смысл отличная идея действительно повторять цвета которые вы используете в нашем случае если мы использовали фиолетовый в теле единорога отличная идея немножко кое-где повторить его и в других элементах нашего единорога в нашем случае в гриве на голове и в гриве на хвосте вот это будет достаточно мы таким образом объединили единую композицию этим фиолетовым цветом нашего единорога так продолжаем продолжаем развлекаться берем желтый я беру желтый вы берете тот который вам по душе в принципе можно использовать все цвета даже которые мы использовали в этой иллюстрации можно даже взять золотистый и желтый другого оттенка более теплый здесь уже чем ярче тем веселей и душе я сегодня душе а ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас получилось, смотрите, какой прекрасный единорог Я думаю, что мы можем с вами поставить несколько точечек на его прекрасной попе Чтобы было как-то поживее Как окрас такой Планок поставить, что вы видите? Вот так Так Так, мы с вами закончили нашего единорога Чуть-чуть я сейчас тут подправляю, если где-то ошиблись Я вот подправлю вот тут Теперь, что мне не хватает? Мне не хватает немножечко теней и объема Как мы это сделаем? Мы это сделаем с помощью серого цвета Возьмем сейчас светло-серый цвет Так, у меня это VG1 Пройдемся по теневым местам Теневые места на гриве Это вот здесь И это вот здесь Заходимся и не стесняемся Знаете, наверное, все-таки надо VG2 Как-то этот несерьезный Бредноват Вот так получше Рог Челка Грива немножко вот здесь Грива немножко вот здесь Вот здесь Чуть берем еще темнее VG3 Для живота Копыт Подбородка Место около гривы Под ушами, рогом На попе Основание хвоста Так Что мы делаем теперь? Немножко мы Наши тени размоем Пройдемся Повторно теми же цветами по теням Второй слой накладываем Накладываем второй слой цвета Проходимся по теням Чтобы немножко размыть Границы Ай Так Прекрасно Прекрасно Так Что мы делаем теперь? Я теперь предлагаю Либо Мы на этом с вами останавливаемся Какой здесь я теней Побольше сделаю на роге Либо мы с вами на этом моменте останавливаемся Либо мы делаем с вами волшебный фон Я думаю, что я фон сделаю Вы на ваше усмотрение Как вам будет здесь угодно И будет ли вам это интересно И есть ли у вас на это желание Я хочу сделать Вокруг единорога Такое Какое-то сказочное Может быть немножечко ночное небо Он такой Спящий Куда-то летящий Мне кажется, что Можно ему сделать Такой красивый Какой-то ночной антураж Вокруг Поэтому я его Сейчас Закомпоную в круг У меня нету циркуля Но у меня есть Кружка Поэтому Я Примерно Сейчас По центру нашего единорога Что-то будет вылезать У меня будет вылезать хвост Немножко гривы Ничего страшного Совершенно в этом нет Я беру Темно-миднайт блю Это называется Полночный синий Это такой Серовато-синеватый цвет И обвожу По кругу Нашу кружку Не залезая на Гриву и хвост Они у нас здесь Чуть выпирают То, что они выпирают Это даже интересно Это даже задаст Некую чуть больше Динамику Наши с вами Иллюстрации Так что в этом Только плюс Так что мы получили Оп Вот такую красоту Мы получили Чуть-чуть Доводим до конца Там где не довели Выравниваем И начинаем Закрашивать Закрашивать все Внутри У нас будет Ночное небо Я всегда Предлагаю Закрашивать По Контуру И по периметру Объекта Сначала И только потом Большие площади То есть сначала Мы закрашиваем Все Вдоль Нашего Единорога По контуру Единорога Идем Если где-то Видим Какие-то полосы Или где-то Мы что-то Не прокрасили Проходимся Еще раз Пока Бумага Влажная От маркеров Мы можем Продолжать Ими красить Не боясь Что останутся Какие-то Некрасивые Полосы На крупных Частях Иллюстрации Круга Я беру Широкий Наконечник Долото И накрашиваю Им Пользую его Бумага Для маркеров Хорошо Тем Что она Выдерживает Много Слоев Да Она Просвечивает На обратную Сторону Она Не Двухсторонняя Вот Но У нее Такая Особая Текстура Как Ни У Какой Другой Которая Позволяет Эта Текстура Бумаги Позволяет Делать Такие Плавные Переходы Цвета Макер Тек Растекается Очень Приятно На ней Работать Я Уже Верчу Иллюстрацию Как угодно Потому что Мне Удобно Работать Именно Под этим Углом Но Логика Не Меняется Нам Надо Закрасить Все Это Ночное Небо Одним Плотным Цветом Как Вы Вертите При этом Иллюстрацию Это Ваше Личное Дело Я Верчу Вот Так Так Мы Думали Над тем Оставить Лето Белым Или Чем То Закрасить Раз Мы Делаем Фон Мы Закрасим Это Фоном Гривы Здесь Уже Не Будет Так Здесь Ягра Тонкий Наконечник Здесь Сложно Работать Работать С Толстым Наконечником Чтобы Никуда Не Заехать Так Вот Здесь Тоже Тонким Наконечником Проявимся Сначала Закрашу Смотрите Мы Здесь С вами Красили Белой Ручкой Гелевой На нее Не так Хорошо Ложится Маркер Поэтому Тут Нужно Аккуратно По ней Пройтись Поверх Нее Пару Раз Вот Этим Темным Зветом Чтобы Она Тоже Закрасилась 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 Продолжение следует... Так, вот такое у нас получилось с вами полночное небо. Что мы делаем дальше? Я думаю, что на этом полночном небе и на самом не хватает звездочек, на самом единороге нам не хватает бликов. Поэтому мы берем, если у вас есть блендер, мы с вами можем сделать следующую такую интересную вещь. Мы с вами берем, так как блендер, я вам сейчас покажу, как он работает, он размывает чернила, на которые он попадает. То есть, если у нас с вами полночное небо вот такого цвета, то мы берем блендер, ставим его на бумагу. Отпускаем и получаем вот такую вот размытость. Если мы это чуть-чуть проведем, вот так вот растянем, получим такой эффект боке, как это называется. Далее, здесь можно белой гелевой ручкой поставить такую точечку, получится как звезда с светящимся ореолом. Если у вас блендера нет, значит вы просто ставите точечки белой гелевой ручкой, получится ничуть не хуже. Давайте начнем с единорога, бликов на единороге, и потом перейдем к нему. На единороге мы с вами говорили, что у нас светлые части, так как свет падает у нас, мы решили, что где-то сверху отсюда. Вот здесь вот на мордочке, вот здесь вот на спине и рядом с попой. Чуть-чуть все пальцы подразмолваем тут. Там, где вырезал белой гелевой ручкой, берем, сделаем блики на роге. На грижи. Такими аккуратными линиями. На копытах. Чуть-чуть. Так, и на хвосте. Вот так. Так. Ну что, приступаем к звездам. Берем блендер. Ставим. Чуть-чуть ждем. Отпускаем. Вот так вот размываем. Можно просто поставить, подержать и размыть, если мы хотим побольше эффект. Так. 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 В серединке чуть еще капаем нундером. В серединке чуть еще капаем нундером. И теперь надо подождать пока все это высохнет. Теперь мы в серединке больших и маленьких белой гелевой ручкой рисуем сами звездочки. До этого с вами нарисовали их ореолы. Теперь мы рисуем внутри сами звезды. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой у нас получился с вами волшебный единорог. Давайте парочку точек поставим у него тоже белых волшебных. Вот такой у нас с вами получился единорог, ребят, смотрите. По мне так очень удачно. Мы с вами сегодня порисовали... Сейчас я здесь чуть белую ручку еще растушую. Чтобы поплавнее был переход. Вот. Она жестковато легла немножко на бумагу. Вот такой у нас получился единорог. По мне такая очень удачная иллюстрация. Можно оформлять в открытку, перерисовывать скетчбук, вставить в рамочку, дарить бабушке. Любой каприз, который вы хотите сделать, вы можете с ней сотворить, потому что иллюстрация получилась у нас с вами отличная. Я очень надеюсь, что вам все понравилось. Рисуйте сказочных единорогов. Рисуйте все, что вы хотите. Рисуйте вместе с нами. До следующего раза. И пока-пока.